Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 15 июня. День Никифора. Назван в честь святого отца Никифора-исповедника Патриарха Цареградского. Он был святой ветвью от святого корня, от сосцов материнских, воспитанный в благочестие, взращенный в добронравии и наставленный на богоугодное житие. Юнас провел целомудренно, в великом воздержании. Был исполнен премудрости внешней и внутренней, мирской и духовной. Изучил в совершенстве не только книги эллинских любителей мудрости, но и божественное писание. Этот день имеет интересное название – вьюнь зеленый. Оказывается, в этот день девушки плели венки из вьюна на счастье. И в этом был глубокий смысл. Делать венки – значит плести свое будущее хорошими мыслями. Вечером водили хороводы. Неженатые мужчины состязались в силе и ловкости. Также украшали дома веточками из березы. На столе сегодня должен был обязательно быть свежеиспеченный коровая. Он являлся олицетворением солнца, богатства и благополучия. Приметы. Если с самого утра солнце находится в небольшом тумане или дымке, погода будет тихой и теплой. Дождь пошел, будет хороший урожай конопли и льна. Субтитры сделал DimaTorzok Немножко поработаем с Вашими комментариями. Рус 55 на видосе Керосин Тадикамп пишет, какой керосин лучше использовать? То, что в хостоварах продается. Но на эту тему было огромное количество информации от меня сказано. Целая книжка, по-моему, там есть. Лечение керосином Тадикампом. Посмотрите, ну посмотрите. Что ж я вам тут буду все это там. Хос, МОС, ДРОС и так далее. Немножечко проявляйте свою собственную инициативу. Все изложено. И даже проглотить не хотят. Продолжение следует...